Да вот, притесняют нас казаков повсюду, налог на соль вели, живем ведь мы за счет продажи рыбы и икры, соль для нас важный продукт, да и после восстания казачества нашего яицкого, государство разместило на территории нашей гарнизон войск своих, нет у нас отныне самостоятельности. Понимаю, и нам тут не сладко, разрешила императрица помещикам ссылать нас, крестьян, на каторгу в Сибирь без суда и следствия, к тому же и челобитные писать государя на своего барина запретили, что уж говорить о помещиках, если сама императрица крестьян государственные фаворитам своим раздает. Слышал я, государь Петр Федорович, волю мужику дать собирался, это его и укокошили. Врешь, жив государь! Нам не выжить без денег, и так не жили богато, что творишь Катерина, казак на месте солдата, от повинности ваших крепостные нищают, и помещик над ними своя скала галяет. Без твоих преданных полков переворот не состоялся, бы царь отрекся от престола, как-то вовремя скончался. Дашкова, Панин, Разумовский и Орловы, это свора для тебя, пойти на все готово. Не ожидала, что кто-то восстанет, духом воспрянет, скажет, у нас называешь рабами, эти рабы принесут тебе войну. Власть у тех, кто угнетает и не чувствует вину, что ж от этих изуверов мы очистим всю страну. Скажите, царь я, Петр, каждый что послышал, земли для народа, для этого я выжил. Записываю, Ванька. Жалуем сим именным указом, находившихся прежде в крестьянстве и подданстве у помещиков. Быть верно подданными рабами собственной нашей короне и награждаем вольностью и свободою, не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих денежных податей. Владением землями и освобождаем всех от налагаемых податей. И желаем вам спасения душ и спокойной в свете жизни, для которой мы вкусили и претерпели от злодеев дворян странствия и немалое бедствии. В Турции полки твои, выход к морю важен, ну а с нами все по Волжье и Урал заряжен. Я Донской казак, я вам не батрак, даже атаман под властью не оставим. Так, кто орел я или ворон, есть ответ вполне логичный, выбор на живая кровь, падаль это низко. Я Донской казак, я вам не батрак, даже атаман под властью не оставим. Так, кто орел я или ворон, есть ответ вполне логичный, выбор на живая кровь, падаль это низко. Да какой он к чертям собачий царь, отстрижен по-казацки, и одежда у него мужицкая. Царь-то Петр Федорович без бороды, видел я лиг ты его в канцелярии. Да он ведь так специально ходит, чтоб его не узнали. Да вранье все это, ты лапы-то его видел? Такими лапами волков давить. В общем, царь он или не царь, мне на это наплевать. Войско, если захочет, из грязи сделает князя. За мной народ бы не пошел, а на царя все ставки. Без этой маски я беглец, какой я буду жалкий. И в этой шахматной игре ты выбрала дворян. Ну что ж, сыграем, в этот раз я буду за крестьян. Мой ход, но и новый город взят. Сейт, но успехи в битве так бодрят. Твой ход, опытный игрок, бросаешь взгляд. Из Турции вернешь полки, и это шах и мат. Царь или нет, выхода нет. За мной следует народ, верит или нет. Государыня, не милость, не сбежать нам атаков. Страх перед войсками превратит друзей в врагов. Опущен мой кулак, предал меня казак. И в этой тесной кредке я не царь, а лишь дурак. Государыня, не милость, осужден давно пугач. И теперь со мною рядом лишь священник и палач.